Please accept our humble obeisances, so glorious to Shilprapat. Jack, please accept my humble obeisances. So we're reading Nectar of Devotion, chapter 29, and we're on the subheading Madness, right? Итак, мы читаем Нектар преданности, 29 главу, которая называется Проявление любви к Кришне, и мы остановились на таком проявлении как безумие. В своей книге Шила Билваман Галатакур обращается к Кришне с такой молитвой. Шимати Радхарани способна очистить весь мир, ибо полностью предалась Кришне. В своей экстатической любви к Нему она иногда поступала словно безумная. Однажды она пыталась пахтать йогурт в пустом горшке. Увидев это, Кришна был так очарован Радхарани, что вместо коровы принялся доить быка. Это некоторые примеры безумия, связанного с любовными отношениями Радхи и Кришны. В Шиманбхага в этом говорится, что когда Кришна вошел в отравленные воды и муны, Шимати Шода Деви обезумела. Вместо того, чтобы искать целебные травы, она стала обращаться к деревьям, принимая их за заклинателей змей. С молитвенно сложенными руками она кланялась им, вопрошая, какая лекарственная трава может спасти Кришну, отравленного ядовитой водой. Это пример безумия, вызванного великой опасностью. И здесь приводится пример того, как чувство любовь к Кришне преданной являет симптомы безумия. И здесь Рупа Госвами приводит доказательства и приводит нам цитату Билва Мангала, слова Билва Мангала, Такур. И Билва Мангала Такур has written in his book that let Shri Mati Radharani purify the whole world. She has surrendered herself completely unto Krishna. And then he gives an example about her ecstatic love, how she showed some kind of madness due to her love for Krishna. Sometimes she would try to churn yoghurt, although there was no yoghurt in the pot. And seeing when Krishna saw this, Krishna became so, he was so enchanted by Radharani, when he saw Radharani trying to churn yoghurt with no yoghurt in the pot, Krishna began to try to milk a bull instead of a cow. So, you have to be really mad to try to do that. But this madness is very special because it's due to the love, the deep love, which Radha and Krishna have for each other. And then another example is given in the Shri Matbhāgavatam that Krishna entered the poison water of the Yamuna. And so, Krishna entered the poison water because Kaliya serpent was there in the water. He poisoned all the water. So, when Mata Yashoda saw her son, Krishna, go into the poison water and be held in the coals of Kaliya, then she became mad. And she was meant to find herbs, to get some herbs, but instead she began to speak to the trees as if they were... She talked to the trees as if they were snake-charmers. And she would fold her hands and she would bow down to the trees and she would ask them, where is the herb that can check Krishna, Krishna's dying from this poisonous water? So, this is an example of how sometimes devotee will become insane when there's some great danger. So, Mata Yashoda was so worried about Krishna because he was in danger. So, Mata Yashoda очень переживала за Кришну, поскольку он был в опасности. So, she prayed, she was talking to the trees. And so, Mata Yashoda was talking to the trees. Go ahead. Go ahead. Go ahead. So, sometimes devotees will become mad because of the ecstatic love which they have for Krishna. Иногда преданные становятся безумными из-за экстатической любви, которую они испытывают Кришне. Рупа Госвами приводит пример из тридцатой главы десятой песни Шримад Бхагаватам, когда Кришна умерла из гопис, когда они должны танцевать Раса Лила. Кришна увидел, что гопи стали немного гордиться тем, что Кришна танцует с ними, и поэтому он исчез. Когда Кришна исчезла, гопи начали искать Его повсюду. Это все случилось в лесу Гриндавана. И они громко пели славу Кришне, и разыскивая Его, родили из одного леса в другой. Но в то же самое время, что Кришна не находится в одном месте, они знали, что Кришна находится повсюду. Он в небе, Он в воде, в воздухе, и Он в сердце каждого. И поэтому гопи, бродя повсюду, разыскивали Кришну и обращались ко всем деревьям и растениям, спрашивая их, не видели ли они Его, не знают ли Куда Он ушел. И это пример экстатического безумия, который охватывает преданных. Господь Чайтанья Махапрабу также был безумен. Господь Чайтанья Махапрабу также был безумен. И он, подобно гопи, спрашивал, где же Кришна? И когда Гададхара сказал, что Кришна в твоем сердце, Господь Чайтанья попытался вырвать свое сердце. И Гададхара пытался успокоить его, пожалуйста, пожалуйста, успокойся, Кришна скоро придет. В шастрах описаны также признаки других болезней, вызываемых экстатической любовью. Следующие в этом вопросе ученые называют такое состояние Махабавой. Другое название этого возвышенного состояния – Дивьонмада. Это трансцендентное безумие. Хорошо. Итак, есть симптомы от болезней, вызванных экстатической любовью. Также существуют признаки болезней, вызванных экстатической любовью. И эти признаки великие ученые описывают как состояние Махабавы. Это очень-очень высокая позиция, очень высокая позиция, очень высокая позиция, чтобы приезжать к этому состоянию Махабавы очень специально. Только люди, как Господь Чайтанья Махапрабху, Шримати Радхарани, очень-очень высокая позиция, испытывают этот состояние Махабавы. Это очень-очень возвышенное состояние, и очень особые, очень-очень возвышенные личности могут испытывать его, например, такие, как почитание Махабху или Шримати Радхарани. Just like in Srimad Bhagavatam, we have Radharani talking to a bumblebee and addressing the bumblebee as being a servant of Lord Krishna. So this Mahabhava sometimes is also called Divya Madha, Divya Madha, Divya Madha, Divya Madha, or Transcendental Madness. So this is the topmost perfection of love of God. You become totally mad, you forget. You're just so absorbed in love for Krishna. When Lord Чайтанья came back from taking initiation in Gaia, so he came back to, he came back, first of all, he went to Kanai Natsala. And in Kanai Natsala, he had a very special experience there. И после принятия инициации, Господь Чайтанья с Гаей первым делом пошел в Kanai Natsala, где у него был очень интересный опыт. Kanai Natsala, he said, that's the place where Krishna goes when he disappears from the Gopis. Then he goes to Kanai Natsala. So Lord Чайтанья, Mahaprabhu, he's Krishna, but he's in the mood of a devotee. So he was always searching for Krishna. So when he was in Kanai Natsala, at that time, Lord Krishna appeared to him. And Lord Чайтанья was always thinking, when will Krishna come again? After he'd seen Krishna, he wanted to see Krishna again and again. And he was always saying, when will Krishna come? When is he come? Where is he? Why doesn't he come? So then he came back to Mayapur, and he was at home with Mother Sachi. And he was always lamenting for Krishna. And Mother Sachi was wondering, what's wrong with her son? Maybe he's sick. Maybe he has some disease. And then he came back to Mayapur, and he lived with Mother Sachi. And he was always very sad, thinking about Krishna. And so Mother Sachi thought, what's going on with my son? Maybe he's sick. So she brought Srivas Pandit there. Srivas Pandit is senior, elderly gentleman compared to Lord Чайтannya. So she brought Srivas Pandit to come and see her son to find out if he knew what was wrong with him. И поэтому она попросила Шриваса-Пандита прийти и посмотреть, что случилось с ее сыном. И Шривас-Пандит, он понял, что Господь Читания Махапрабху had this Mahabhava, he developed this great love for Krishna. So, when he saw Lord Chaitanya, then he told Mother Satchi, he said, oh, he said, yes, I wish I had the same disease as your son. He said, your son has got this wonderful disease, he's got this Mahabhava. And Шривас said, I also would like to have this, that kind of disease. Okay, go ahead. Следующее проявление любви к Кришне — это забытье. Когда Кришна покинул Вариндаван и поселился в Мадхуре, Шимати Радхарани передала ему письмо, в котором писала, что его мать, царица Враджа, так тяжело переживает разлуку с ним, что изо рта у нее идет пена, подобная пене на океанском берегу. И иногда она вдруг начинает воздевать руки, подобно вздывающимся океанским волнам. От острого переживания разлуки она то с воплями катается по земле, а то затихает, как в море в штиль. Эти проявления разлуки с Кришной называются Апасмарой, забытьем. Проявляя такие признаки экстатической любви, преданный впадает в забытье, переставая отдавать себе отчет в том, что делает. И еще одно проявление любви, экстатической любви к Кришне, это забытье. И когда Кришна покинул Вриндаван, чтобы отправиться в Мадхуру, Матушка Яшода ощущала очень сильное чувство разлуки с Ним. So at that time, Шримати Радхарани, she sent a message to Krishna, that his mother, mother Яшода, who is the queen of Vrindavan, she was feeling so much separation, so much pain and separation from Krishna. И в это время Шримати Радхарани отправила Кришне письмо, в котором писала о том, что его мать, царец Абриндавана, очень тяжело переживает разлуку с Ним. She was feeling so much separation from Krishna, that there was foam coming from her mouth, just like the foam on the shore of the ocean. And sometimes, Mother Яшода would raise her arms like the waves of the ocean. And because of her feeling of very intense separation from Krishna, she would even roll on the ground, and she would create a tumultuous roaring sound. And sometimes, she would remain just silent. She would just become like the calm sea. So, Mother Яшода exhibited all of these different symptoms due to her feeling of separation from Krishna. И Матушка Яшода испытывала все эти чувства из-за ощущения разлуки с Кришной. И все эти различные признаки называются апасмарой, или забытьем. In other words, the devotee completely forgets his position when he starts to show these different symptoms of love for Krishna. You could understand, if Mother Яшода is rolling on the ground, and sometimes she's roaring, making sound like the sea, and foam coming from her mouth, it's not normal. It's very unusual. So, you can imagine how Krishna must have felt when he would get the message like that from Радхарани. И можно себе только представить, что чувствовал Кришна, когда он получил это послание от Шимати Радхарани. В другой раз Кришне передали еще одно послание. В нем сообщалось, что после того, как он убил Камсу, один из демонов, друзей Камсы, сошел с ума. Изо рта у него шла пена, он размахивал руками и катался по земле. Эти демонические проявления чувств, что составная часть взаимоотношений с Кришной в расе ужаса. Эта раса или вкус являлся одной из косвенных форм взаимоотношений с Кришной. Первые пять форм взаимоотношений с Кришной называются прямыми, остальные семь — косвенными. Так или иначе, этот демон должен был находиться в каких-то отношениях с Кришной, потому что названные симптомы проявились у него после того, как он услышал, что Кришна покончил с Камсой. Шива-Рупа-Гасвами отмечает, что в признаках такого рода также есть трансцендентное величие. И здесь приводится еще один пример проявления различных симптомов. Кришне передали еще одно послание, в котором сообщалось, что после того, как он убил Камсу, один из демонов, его друзей, друзей Камса, сошел с ума. И этот демон был формен в голове, и вверху его руками, и вверху его на земле. И этот демон изо рта шла пена, он размахивал руками и катался по земле. И все, что проявлял этот демон, это была составная часть взаимоотношений в расе ужаса. И это косвенные взаимоотношения с Кришной. Матушка Яшоды, она в прямой взаимоотношении с Кришной. И существует пять форм взаимоотношений с Кришной. И существует пять форм взаимоотношений с Кришной, которые называют прямыми. Right? There's, first of all, Шанта-раса, or the state of neutrality. И первое, это Шанта-раса, то есть уровень нейтралитета. And then there's Дасья-раса, the servant. Дасья-раса, затем идет уровень слуги. And Sakya-раса, friendship. Sakya-раса, friendship. And Vatsalya-раса, parenthood. Just like Mother Yashoda, she's in Vatsalya-раса with Krishna. And then there's Madhurya-раса, which is conjugal love. And Madhurya-раса, это супружеская любовь. So those are the five direct rasas. But then there are seven indirect rasas. И существует семь косвенных рас. Things like wonder, адбута, wonder, wonder-раса. И одна из них это абута-раса-удивление. But here we have this ghastly rasa, this demon, the friend of Kamsa, this is ghastly rasa. So there are seven different indirect rasas. So Srila Prabhupada tells us, he said, somehow or other, we don't know how, but this demon must have had some kind of relationship with Krishna. Because when he heard that Krishna had already killed Kamsa, that was when he began to show these symptoms. So then Prabhupada just told me, he just says, Rupa Goswami says that there is also transcendental madness in this kind of symptom. Or transcendental excellence in this kind of symptom. This kind of symptom. Okay, we'll go ahead. So this is another heading, another symptom due to ecstatic love for Krishna and it's called disease. Some people will get a disease due to the love for Krishna. So Krishna was, he was away from Vrindavan, staying at Mathura. So some of his friends, they said, they told Krishna that they said, Krishna, because of their separation from you, many, the inhabitants of Vrindavan are very, they're feeling so much pain. And it appears like the people of Vrindavan like they're all got some disease. And they have, it's like their bodies have a fever and they cannot move properly. And some of them are just laying on the ground and just breathing heavy. So this is not any ordinary disease. This is due to their deep love for Krishna. Right? We want to get that kind of disease, right? We also want to get this kind of disease, right? Okay, go ahead. In 10 verse, Shemad Bhagavatam 12.44 Maharaja Parikshit задал вопрос to the God Ananti. When Shukadeva Vrindavan услышal этот вопрос, у него появились симптомы collapse. Однако он овладел собой слабым голосом ответил на вопрос царя Parikshit. Sosteany collapse представляет собой своего рода лихорадку вызываемую экстатическим блаженством. All right, we're giving another example of a person having some kind of disease due to ecstatic love. И здесь приводится еще один пример который вызывает болезнь из-за экстатической любви. And it's in the 10th canto, 12th chapter, verse 44. Shemad Bhagavatam Maharaja Parikshit is asking, Sukadeva Goswami is asking Sukadeva Goswami about Lord Ananta. And when Sukadeva Goswami heard this question, then he began to show symptoms of collapsing, falling to the ground. But somehow he stopped himself and he answered Maharaja Parikshit's question in a mild voice. So this collapsing, the collapsing of Sukadeva Goswami is described as the feverish state resulting from ecstatic love for Krishna. And this state of collapse is Шукадева Госвами описывается как своего рода лихорадка, вызываемая экстатическим блаженством. В другом месте Шримад Бхагава там рассказывается о том, как девушки-враджа спустя много лет после их детских игр с Кришной снова встретились с ним в святом месте на Курукшетре. Встретившись с Кришной, все гопи застыли в неподвижности, оцепенев от солнечного затмения, случившегося в тот момент. Их глаза перестали моргать, дыхание остановилось, и деятельность всего тела прекратилась. Они стояли перед Кришной словно статуи. Это другой пример болезненного состояния, вызванного избытком трансцендентного блаженства. И здесь снова приводится еще один пример из Шримад Бхагаватам, который описывает болезнь преданных из-за любви к Кришне. В этом примере приводится история о том, как девушки-враджа встретились с Кришной спустя много лет. Должно было произойти солнечное затмение, и Кришна из Двараки ехал со всей семьей, чтобы провести там жертвоприношение. И до этого, когда Кришна уехал за Вриндавана в Мадхуру, к нему приехали все мальчики-пастушки. So when Krishna was coming to Kurukshetra, he first of all sent a letter to Vrindavan to tell all the gopis to come. И когда Кришна приехал на Куруkshetру, он прежде всего отправил письмо во Вриндаван, приглашая гопи приехать к нему. And he told the cowherd boys, you have to stay back, because you all came to Mathura. So now this time, it's the turn of the gopis to God. But actually, a long time had passed between this time. When Krishna, first of all, left Mathura, at that time he was 11 years old, when he came to Mathura. But when Krishna came from Dvarka to Kurukshetra, he came with all of his wives, the whole entourage, many people. Krishna was already grown up. Many, many years had passed since Krishna's childhood pastimes in Vrindavan. But still, all the gopis, they wanted to meet Krishna. They'd never seen Krishna for a long time. So, Kurukshetra was the only place where Krishna was with the gopis and Radharana. And Radharana, he was with, they were together outside of Vrindavan. It was the only place. So, because there was a solar eclipse, all the gopis, they became stunned by the influence of the eclipse. And the effect of their love, it caused the gopis to, their breathing and their blinking of the eyes, everything stopped. And they became stunned and they were just standing before Krishna. They became just like statues. So, this is an example of a disease which comes due to the intense, deep love which the devotees have for Krishna. And this is also an example of a disease which is caused by a loss of love to Krishna. Yes. Okay. So, we finished that chapter. The next chapter is chapter number 30. Further features of ecstatic love for Krishna. So, we finished this chapter. We begin with chapter 30, which is called продолжение описания the aspects of ecstatic love for Krishna. Go ahead. And the following is the And the following is the And the And the In One 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 Там Радхарани увидела шалаш, где они с Кришной много раз предавались любовным утехам, и при воспоминании об этом у нее закружилась голова. Это головокружение невозможно было скрыть. Это пример смятения вызванного разлукой. Итак, мы продолжаем читать о симптомах проявления экстатической любви. И на этот раз здесь говорится о том, что преданные из-за любви Кришни чувствуют смятение. И Рупа Госвами приводит пример из книги, которая называется «Хамсадута». И в этой книге описывается то, что однажды Шримати Радхарани чувствовала очень сильную боль из-за разлуки с Кришной. И поэтому она отправилась на берег Ямуны со своими подругами. И когда она пошла туда, Радхарани увидела шалаш, где они с Кришной проводили много времени в любовных играх. И когда Радхарани вспомнила об этом, то она не могла стоять, у нее закружилась голова. И таково состояние смятения, которое вызвано разлукой. И это состояние было, ее состояние было таким, что все могли его видеть. Имеется также описание смятения вызванного страхом. Его признаки проявились у Арджуны, когда на поле битвы Курукшетра он увидел вселенскую форму Кришны. При этом Арджуна охватила такое смятение, что лук и стрелы выпали у него из рук, и он потерял способность отчетливо воспринимать окружающее. И здесь приводится еще один пример смятения. В связи с этим здесь описывается пример Арджуны и Кришны. И здесь говорится о том, что у Арджуны проявилось смятение из-за страха. Когда Арджуна увидел вселенскую форму Кришны на поле битвы Курукшетра, он пришел к смятению. И его охватило такое смятение, что лук и стрелы выпали у него из рук. So, dropping his bow, Арджуна had taken a vow that we would never give up his bow. He has a very special bow called Gandiva bow, which was given to him by Lord Shiva. But Арджуна became so confused that the bow fell from his hands. And he couldn't see anything clearly even. И это пример смятения, вызванного любовью Кришны. И следующий симптом это омертвение. Однажды демон Бакасура принял форму огромного журавля и раскрыл ключ, собираясь проглотить Кришну и всех мальчиков-пастушков. Увидев, как Кришна входит в рот демона, Баларамы и другие пастушки почти лишились чувств и не проявляли никаких признаков жизни. Даже потрясенные сценами ужасов или застегнутые врасплох неожиданным происшествиям, преданные ни на мгновение не забывают о Кришне. Они помнят о Кришне даже в те моменты, когда им грозит величайшая опасность. В этом состоит преимущество сознания Кришны, даже в момент смерти, когда все функции тела приходят в расстройство. В глубине своего сознания преданный способен помнить о Кришне, что спасает его от угрозы возвращения к материальному существованию. Сознание Кришны немедленно переносит человека из материального мира в духовный. Сознание Кришны. Сознание Кришны. Сознание Кришны. Кришны. Сознание Кришны. Сознание Кришн. и всех мальчиков-пастушков. Но на самом деле Кришна вошел в клюв демона. И когда Баларама и другие мальчики-пастушки увидели, как Кришна как демон глотает Кришну, они почти лишились чувств и не проявляли никаких признаков жизни. И когда они думали, что Кришна был взятен и етен от Бакасура-демона, они думали, что они не хотели жить они себе не хотели жить. и они подумали, если Кришну проглотил этот демон Макасура, то они не хотели больше жить. So, sometimes the devotees are put into this illusion by some kind of horrible incident. Or sometimes some accident happens, but no matter what, they should, they never forget Кришна. Либо иногда происходят какие-то ситуации очень опасные, но тем не менее преданные помнят о Кришне. Even when they're in the greatest danger, they can remember Кришна. So, this is the benefit of Krishna consciousness. That even at the time of death, when all the body functions stop, then the devotee can still remember Кришну. So, they remember Krishna in their heart, in their deepest core of their heart. They remember Krishna, and that saves them from falling into the material existence. So, Krishna consciousness takes a devotee from the material platform to the spiritual world. Go ahead. there's a statement about people who died in Mathura. that's a great blessing if you can leave your body in a holy place like Mathura. so the scriptures describe that these people who died in Mathura, they had a little breathing. There was only slight breathing and their eyes were wide open. and the color of their body had changed. and they began to utter the holy names of Krishna. and in this way they gave up their material bodies. so these kind of symptoms are manifest before death. Right? So, you can see that even at the time of death devotees can show something, they can show symptoms of ecstatic love for Krishna. And you see that even when of the death they foreclose to show signatory of love Krishna. Next. Yeah? Next. 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 Леность также может проявляться в экстатической любви к Кришне. Например, когда Нанада Махараджа попросил нескольких браманов совершить обход холма Гвардхана, те ответили ему, что им больше по душе раздавать благословение, чем обходить холм Гвардхана. Это пример лености, вызванной самодовольством. И еще один пример экстатической любви – это леность. И эта леность возникает, когда у человека есть какие-то обязанности, и он может их выполнить, но при этом уклоняется от них. Вот это называют леностью. Мы знаем, что некоторые люди просто не любят работать. Они могут делать это, но они не хотят. Они просто ленивые. Так что случилось. Лезвость – это также признак экстатической любви к Кришне. И леность – это также признак экстатической любви к Кришне. И здесь приводится пример того, как Нанда Махараж попросил нескольких браманов совершить обход холма Гвардхана. Но те ответили ему, что они лучше будут раздавать благословения. Почему мы должны обходить холм Гвардхана? Мы просто можем оставаться здесь. Люди сами будут подходить, а мы им будем раздавать благословения. И иногда вы можете видеть пример такого рода лености, которая вызвана самоудовлетворенностью, самоудовольством. И они думают, что мы браманами, почему мы должны идти и обходить холм Гвардхана? Пусть обычные люди обходят холм Гвардхана. А потом они придут к нам, и мы дадим им благословения. Хорошо, пойдемте. Однажды, когда Кришна и его друзья, пастушки, затеяли шуточное сражение, Субала стал проявлять признаки усталости. Заметив это, Кришна сказал остальным своим друзьям. Субала очень утомился от борьбы со мной, поэтому больше не докучайте ему просьбами принять участие в сражении. Это пример лености, вызванной нелюбовью к тяжелому труду. Хорошо. Вот еще пример. Когда Кришна был с его мужем, с ним, Субалом. Они были претендованы на борьбу или борьбу с другими другими. Здесь приводится пример того, как мальчики-пастушки затеяли шуточные сражения, и Субала должен был сражаться с Кришной. И в это время Субала притворился, что он очень устал. И тогда Кришна сказал остальным мальчикам, пастушкам, О, Субала очень утомился от борьбы со мной. Так что Кришна сказал к ковер-пастушкам, он сказал, «Не отрежьте Субала больше, потому что... Не задавайте ему больше, чтобы борьбу меня больше. Просто оставьте ему, оставьте ему расслабиться». Поэтому больше не докучайте ему своими просьбами сражаться со мной. Дайте ему просто возможность отдохнуть. И это пример лености, которая вызвана нелюбовью к тяжелому труду. Это тяжелая работа, чтобы борьбу на борьбу. Даже если вы пытаетесь борьбу на борьбу, это тяжелая работа. И на самом деле сражаться очень сложно, даже если, когда вы делаете это в шутку. И поэтому Субала попытался этого избежать. Окей, мы будем остановить здесь. Окей, мы будем остановить здесь. Сегодня мы здесь остановимся. Окей. Елена Дмитриева Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Ари Кришна, дорогой Гуру Махараджи, дорогие преданные. Пожалуйста, примите мои поклоны. Всеслава Шриле Крабхупаде. Спасибо большое за лекцию. У меня два вопроса. Один по лекции, другой такой личный. Первый вопрос. А вы сказали, что преданные тоже хотят получить болезнь по Кришне. Так любить Кришну, что он болеет. Что это значит для нас? Как этого хочет преданный? И как тогда он ведет себя? Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махараджи. Девотеи, please accept on a humble basis. It's all very sure. Попад, thank you very much for the lecture, Гуру Махараджи. I have some questions, and the first one is, you said that devotees also want to get sick like Krishna. So loving Krishna means that you are already sick. What does this mean for us? How does the devotee want it, and then how does he behave? Well, we just described how the devotee behaves, that he will roll on the ground sometimes, and they will raise their hands up in the air, and they will display with different symptoms. They may even have a fever. So these are all different symptoms that can be due to the ecstatic love for Krishna. But the devotee doesn't want this. It just happens. It's not that the devotee desires all this ecstasy. It's just a result of their very deep love for Krishna. We all have the ability to love someone and something. And the perfection of that love is when we give it to Krishna. When we give that love to some ordinary person in the material world, it does not satisfy us the same. But when we give our love to Krishna, then we experience a very special feeling. Okay. Okay. You have a good question? Yes. Thank you very much. Yes, thank you. Thank you very much. 2-й вопрос. Связан с отношениями с родственниками. Если так случается в жизни преданного, что мама постоянно критикует, обзывает, не поддерживает сознание Кришны. Конечно, некоторые её замечания справедливы. Я вот работаю над их исправлением. Ну вот это про меня, да? И я, ну, сейчас устала терпеть. И сказала, что больше не могу, не хочу всё слушать и не хочу видеться. И это мама обидела. Она сказала, что теперь нет у меня ее благословений. Скажите, пожалуйста, нужны нам благословения родственников? Нужно ли тратить силы на налаживание отношений, если совсем не зависишь от мамы, допустим? Кто-то говорит, что без отношений с мамой будешь несчастен. Но я, наоборот, несчастна с ней. Как поступают преданные в таких ситуациях? Спасибо. Вторая вопрос. Это вопрос, относительно отношения с родственниками. Это случается в жизни, что мамы постоянно критикуют, что она не поддерживает меня и не поддерживает Krishna consciousness. Конечно, некоторые комментарии с ней являются права, но я работаю на то, что это случается. И это случается очень часто. И я работаю на то, что я не могу, и я не хотела слушать все, и я не хотела видеть ее. Я работаю на то, что я не могу, и она сказала, что сейчас я не могу, и я не могу. So, the question is, do we need the blessings of our relatives? Do I need to spend energy on just making, building relationships, if I don't depend on my mom at all? Someone says that without a relationship with the mother, we won't be happy. But on the contrary, I'm unhappy when I'm nearby, when I'm with her. What do devotees do in such situations? Thank you. Well, you can have a motherly relationship with other ladies, not necessarily your own mother, but you can have a motherly relationship, for example, with an older lady, who could be a devotee. So, that would be one alternative to this problem, that if you feel the need to have a motherly relationship, then just make a relationship with a devotee lady. And some ladies can be very motherly and very affectionate in their dealings with other younger ladies. Например, какая-то мать же может проявлять все свои материнские качества и вести себя как мать по отношению к тем девушкам, к тем женщинам, которые моложе нее. But, certainly, if you depend on your own mother, who is not a devotee and who is not very favorable to Krishna consciousness, then it's not going to be very easy for you. There will be always these kind of problems. She said that she's not dependent on her mother at all. Yeah? Okay. Then it's good. Then you can... You just simply... If you want to have a motherly relationship... If you feel you need a motherly relationship, you can find older ladies who are devoted. But you're already a mother yourself. You have a child of your own, isn't it? You have your own child. You have to be a mother to your child. You don't really need somebody to be your mother. And we see the mother... Our mother is the Vedas. The Vedas tell us everything about our father, Krishna. So, that's something about the mother. Mother is the one who reminds you about your father. And our real father is Lord Krishna. Okay. And your father is... And your real father is Krishna. Okay. Okay. And the question is, yes, I have relationships with senior ladies, with senior matages, senior devotees. But what should I do with... Exactly with my mom? Would just... Should I just have a distance in relationships with her or what should I do exactly? Well, it's up to you. What do you want to do? Do you want to keep her with you all the time? Nagy? Just sometimes, you know, sometimes you can just call her up and ask, are you okay? How's everything? I'm fine. Just as you... You're not required. You're not required to do it so much. If your mother is not going to be co-operative and is not appreciative of your own life, then you don't need to worry about her so much. Your mother is okay. She can take care of herself. You can tell your mother that if you need me, then you call me. You can say to your mom, if I need you, then you call me. Yeah. But just, you know, you just go ahead, do your own, have your own life. But you need to move forward and just live your own life. Okay. So it doesn't true that if your mom doesn't bless you, your life is completely ruined. Not true. I don't believe it. We get the blessings from Krishna's devotees and from Lord Krishna. I think those blessings are greater than the blessings of your mother. What blessing your mother will give you? You take birth again in the material world. So I don't have a lot, I don't see why you need to get the blessings of your mother. I don't think it's important. Your mother is fully in the bodily conception of life. Ваша мать полностью находится на материальной на материальной платформе. Everyone has got a mother and father. Every living entity has a mother and father. The dogs and the pigs and the insects and the fish, the birds. But only the fortunate living entities got Krishna and the spiritual teachers. So not to worry so much about your... I mean, I don't think you need to worry about her so much. I think your mother can take care of herself. И поэтому я не думаю, что вам стоит так сильно не беспокоиться. Я думаю, она сможет позаботиться о себе сама. Но если ей нужна ваша помощь, вы можете сказать, если я нужна тебе, пожалуйста, звони мне. Но прямо сейчас ваша мама думает, что она помогает вам. И ваша мама думает, что вы нуждаетесь в ее помощи. И ваша мама думает, что вы ее маленькая девочка. Матери думают о своих детях всегда как о маленьких детях. И ваша мама не думает, что вы уже взрослая женщина. Окей. Спасибо большое. Харе Кришна. Спасибо, Харе Кришна. Ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна. Харе Кришна Гуру Махарадж, Харе Кришна Педаный. У меня слышно нормально? Ну, да. Хорошо. Сочетаю стих и комментарий из Мадхиавилы. 4.323. Но если кто-то подобно мне сойдет с ума, он сможет понять сокровенный смысл с Шримад Бхагаватом, следуя за мной в комментариях. В Шричитане Махапрабу ясно говорит здесь, что Шримад Бхагаватом недоступен для тех, кто отождествляет себя с материи. Иными словами, нужно стать безумцем, подобно в Шричитане Махапрабу. В Шричитане Махапрабу непростая Верховная Личность Бога. Он очаре, показавший нам, что значит сойти с ума от любви к Богу. Как он пишет в своем стихе. И у Гаи там не мишина. Мгновение для меня длится 12 лет. Чакшуша, Тавриша и там. Слезы льются у меня из глаз, как потоки дождя. Шунья и там Джагад Сарвам. Весь мир опустил для меня. Почему? У Винда Верахена Мея. Потому что я разлучен с Господом Говиндой. И вопрос. На нашем уровне те, которые учатся в Адисахарханабхати, как сходить с ума по Кришне, чтобы начать понимать Шримад Бхагавату? Спасибо. Прикришна. Прикришна. Прикришна, Грумара, Дейди Боди, это благородливая, что говорит Крабхат, это слово о чтанне чаритам-битам. Это слово от Мадья-лила, 2.24, 3.3. and the verse is but if someone like me goes mad he will be able to understand the innermost meaning of the Shumad Bhagavatam by following me and the commentary or Shichitanya Mahavrabhu clearly says here that Shumad Bhagavatam is unacceptable for those who identify themselves with with material world and in other words one has to become a madman like Shichitanya Mahavrabhu Shichitanya Mahavrabhu is not just the supreme personality of Godhead he is the Acharya who has shown us what it means to go mad from love of Godhead from the love of God and as he writes in his in this verse in his verse a moment for me just last like 12 years just duration is 12 years tears are pouring from my eyes like torrents of rain the whole world is empty for me and why because I'm spirited from Govinda Krishna so the question is at our level those who are learning Vaidhi Sadhana Bhakti how to go crazy for Krishna in order to begin to understand Shumad Bhagavatam thank you how to become crazy for Krishna yeah in order to understand Shumad Bhagavatam well we have to go on studying Shumad Bhagavatam and we have to go on with our devotional practices sadhana regularly hearing and chanting and becoming more and more absorbed in thought of Krishna we have to increase our hearing and chanting we have to fix our mind on Krishna so that we can remember Krishna at every moment it's all practice we just have to practice this is sadhana bhakti we can't think it depends also on the mercy of Krishna if Krishna wants to give you love of God then he can give you so we have to simply desire and man proposes God disposes if Krishna wants you to develop this madness and this love for God then Krishna can do it but we have to understand it takes it takes time it may take lifetimes people who have acted piously in previous lives and in this life and who are free from sins are completely free of all sin then they will they can engage we can engage ourselves in service to Krishna with great determination so it takes some effort on our own part some people may get honorary degree special mercy but that's very rare it's more likely if we want to get that perfection it will be by sadhana and you have to we have to do very intense sadhana and so if we want to achieve such a perfection we should do this with a very intensive sadhana ok 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 next question yes next question next question Valentina Madhu please Hare Krishna Hare Krishna do you have a question 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 please Hare Krishna hear me Tateyana Madhu yes Hare Krishna Hare Krishna Guru Maharashtra дорогие преданные примите пожалуйста мои смиренные поклоны со славой в каком настроении начинающим преданным следует воспринимать такие экстатические игры о которых мы сейчас читаем Hare Krishna dear Guru Maharashtra dear devotees please accept my humble abysens in what mood should you devotees perceive such экстатic pastimes as we are now reading about thank you well we should understand that these are very high levels of ecstatic love for Krishna we должны понимать что это очень высокий уровень экстатической любви Krishna we should understand that there are these different symptoms and it's possible that great devotees people who are very pure in their heart somehow they can develop these kind of symptoms it's all part of the science of bhakti yoga it's all bhakti yoga is all about rasa and we're hearing about different rassas different relationships with Krishna we are not impersonal we are personal impersonalists impersonalists they don't have any rasa nothing there's no rasa there but they will explain explain the meanings of all the different they can explain the meaning of the different devotees different sages the impersonalist no the devotee the personalist can explain about all of these different pastimes which are taking place they don't they don't just try to interpret them the impersonalist they may try to interpret what is the meaning of this pastime but the devotee will take the pastime actually as it is impersonalist they описывают the God's they don't interpret them in the time they the impersonalist they do how they see so we can also aspire just like in Lord Chaitanya Shikshastikam prayers Lord Chaitanya teaches us when will my eyes be decorated with tears of love and in our reading from Nectar of Devotion we're hearing examples of devotees whose eyes are decorated with love and we're reading also that sometimes some devotees may roll on the ground in ecstatic love of Krishna we should understand it's not that everyone who rolls on the ground is a great devotee in love of Krishna But there are some devotees who are in great love of Krishna and who are genuine and genuinely they're rolling on the ground helplessly due to their love for Krishna we should understand that the predate who 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 испытывают love Krishna they they do on the earth but they do it not not okay good next question yes and next question question Haritina Haritina Gura Mahara собравшись преданной примите скажите пожалуйста нужно ли применять психологические трюки лезть или комплименты телу на санкиртане если понимаешь что в этом теле есть душа и она страдает действуешь как инструмент кришна говорит я сверхдуша в сердце каждого это распространяешь книги может быть немного но таким настроением и видишь как кто-то привлекается внутри радость от этого испытываешь нужно ли применять другие способы трюки просто идет внутреннее сопротивление от этого при кришна харакришна граммахараджа и дебути спецэксэксэк махамбл бейзинсис the question is should we is it necessary to apply psychological tricks for example flattery and комплиментs to to the people's body when we go to some kirtana if i understand that there is a soul in this body and it suffers and act as a tool krishna says i'm a super soul in everyone's heart and when and when i distribute books maybe not a lot but in the such mood and i can see how someone is attracted and feel feel happiness and joy inside of my heart so do we need other methods and other tricks and because there is internal resistance from it from them well tricks you may you have to be a little cautious what kind of tricks you you get involved in yes she means uh flattery or just compliments to people like that yeah generally we do do these things yes да обычно мы делаем комплименты какой-то лезть употребляем используем it encourages people but it's different in different places like in in usa it's common to flatter someone but in maybe in europe it's not so common но это все различно в разных местах потому что вот допустим в америке это лезть это что-то очень распространенное в европе это уже не работает это не является чем-то таким распространенным in russia i don't know how what quite the mood is it you know it might be a bit strange to flatter people they may think you're some something wrong with you they'll get some wrong impression about you so you have to be careful about how you present yourself поэтому вы должны очень быть осторожны в том как вы себя представляете шрила прабхупада told tripurari now tripurari was proper disciple and he was described by he was a very he was very expert in talking to people and he could get people almost anybody to take a book и он очень был квалифицирован в том как говорить с людьми практически все покупали у него книги но прабхупада told him when you distribute the books he said people should want to take the book you should not force them но шрила прабхупада говорил ему когда ты распространяешь книги люди должны хотеть взять эту книгу книгу ты не должен их заставлять это делать so you know as a woman you have to be very careful about how you deal with other people and what you say to them when you're approaching strangers поэтому как женщина вы должны быть очень осторожны относиться к тому как вы общаетесь с любви плюс с людьми и как вы к ним подходите да особенно к незнакомцам you don't want to compromise on your chastity то есть вы не должны идти на компромисс со своим целомудрием то есть вы молодая женщина и должны быть очень осторожны когда вы идете на санхırтан То есть я не думаю, что вы должны чрезмерно как-то растить людям. Вы должны представить перед людьми честной, честной, прямой. Next question. Елена Дмитриевна, также ваш вопрос, пожалуйста. Да, еще вот такой вопрос. Слышала в лекции, что есть разная обусловленность. У кого-то сильная, у кого-то не очень. Как понять свою обусловленность и нужно ли это знать? Спасибо. Это на самом деле часть самореализации, самоосознания. То есть вы становитесь осознанными, вы понимаете свои поступки, свои недостатки. Да, мы должны знать свои слабости, мы должны знать свою обусловленность. Это на самом деле часть нашей самореализации, самосознания. Sometimes we say, first become conscious and then become Krishna conscious. Иногда мы говорим сначала станьте осознанными, а потом станьте осознающими Кришну. То есть знать осознанными, это осознавать свои недостатки и свою обусловленность. Because of our conditioning, we're just totally in ignorance about our own identity, our own self. And because of ignorance, we just totally forget about our own self, our own conditioning, how blind we are about our own nature. We're not aware of it. Из-за невежества мы полностью не осознаем свою природу, мы становимся слепыми, мы не осознаем, кто мы на самом деле, мы не осознаем свою обусловленность. So we should be aware. You should gradually be becoming aware. Но мы должны это делать, мы постепенно должны осознать это. Okay. Ну, мы сейчас начат. Okay. Еще до эскадера, не кощенс. Есть еще вопросы, дорогие предыдущие. Можно я еще уточню, Матач, Татьяна? Да, Матачи. Сейчас вот очень модно говорить, что, ну как это, про занятия своей природы. Вот когда человек знает, кто он, там, Брахман или Кшатри, вот он действует так по своей природе, и все как бы у него хорошо. А если вот, ну, ты не знаешь, ну как бы, не то, что не знаешь, а ну не на сто процентов можешь сказать, что ты какую-то природу свою нашел. Правильно я понимаю, что когда мы занимаемся преданным служением, то вот это нам помогает прийти, как бы вот к этому осознанию, о котором сейчас Скоро Махарадж говорит. Спасибо. Да, все верно. Разединяясь. Конечно, mutations просто когда мы занимаемся, на эскадетках, которым другим нужно собрать Ш­азу Махарадж. Вам не просто показывает. а show but we're actually genuine we genuinely want to surrender to krishna and become good devotees so krishna reveals more to us so we have to go on continue as you're doing more and more you'll become aware of your own self and you'll know what are your good points and what are your bad points and you can work we can work on becoming a better person you have to be patient it's going to take time but but a little bit little bit gradually gradually you know every journey begins with a step and so go on and be patient and keep you know thinking about how to actually commit yourself fully to the service of krishna remember you're a representative of krishna and you're a representative of the discipline of the succession you're representing great personalities like shrila prabhupada so we want to be a credit to them we don't want to get them a bad name and so you're the representative you're actually their agent so please do everything very nicely for their pleasure поэтому делайте все замечательным образом ради их удовлетворения хорошо еще можно познала спасибо большое еще можно матчу татьяну да да если гуру махарад разрешит вот еще два момента хотела уточнить первый момент по поводу санкиртаны гуру махарад уже говорил мне что больше подходить к женщинам вот но я хочу так много книг распространить что я подхожу ко всем но иногда сталкиваюсь с мужчинами которые начинают ну как приставать я вот думаю может тогда вообще не подходить уже к мужчинам ну просто когда ты только к женщинам подходишь ты конечно же но не можешь много книг распространить вот что скажет гуру махараджи поступить у него говорит хороший коридоров вот что..! так же я сказал мне Top Pol Learn Все обучай но я хотела альному そう�� под Mc sin голов Но иногда, люди, они просто начинают, как я скажу, как я скажу, стихи на меня, стихи на меня, да, просто стихи на меня. И я не знаю, что делать. Should я не подходить мужчину, или что? Ну, то есть вы должны быть очень осторожны, если вы выявите, что мужчина имеет такую природу, просто избегайте его. То есть вы можете подходить к мужчинам, но вы должны подходить к культурным мужчинам. То есть вы можете подходить к мужчинам, но вы должны подходить к культурным мужчинам. И поэтому вы должны быть культурной сама тоже. Если вы культурная, то они будут вас уважать. То есть вы должны вести себя таким образом, чтобы они не воспринимали вас, как распущенную женщину, которая подходит ко всем мужчинам. Иначе в таком случае они будут очень относиться к вам, как дешевки. То есть вы должны быть очень предусмотрительны и очень внимательно относиться к тому, как вы одеваетесь, как вы с ним разговариваете и к тому, что вы говорите. Если люди начинают как-то докучать вам или шутить, начиная с не с вами, то значит вы произвели на них какое-то неправильное впечатление. То есть вы должны быть очень осторожны, когда вы идете на Санкт-Кирсону, потому что вы выходите на публику, вы выходите в социум. Да, вы можете подходить к мужчинам, но вы должны делать это очень осторожно, очень осознанно, внимательно. Именно поэтому я сказал вам, что лучше для вас будет распространять только женщинам. И если, например, мужчина увидит какое-то, что вы распространяете только женщинам, но если ему будет действительно интересно, то он к вам подойдет. И если вы будете продолжать, то вы обретете больше опыта. То есть общаясь с людьми, вы обретаете все больше и больше опыта и понимания к тому, с кем вы хотите общаться, с кем вы хотите быть рядом. I understand. Вот этот момент понятия, да, вот так же. Да, да, мне понятно, что такое большое. Если еще можно окошко спросить, то я спрошу. Да, пожалуйста. Вот возникает у нас такая мысль заняться распространением просада. То есть вот у нас бактиврикша заканчивается у меня дома. И я думаю, как же можно распространять просад, так как это очень интересно. Вот мы умеем вкусно делать и конфеты, и кексы такие. Вот что скажет Куру Махарадж по поводу этого предложения. То есть можно ли заняться распространением просада? Ну да, может быть он как-то что-то натолкнет или как-то что-то скажет такое, чтобы у нас дело пошло. Нет, 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 нет. Мы просто делали бактиврикша в моем доме, но это уже закончилось. И мы решили дистрибить просадам. Что вы говорите об этом? Дистрибить просадам? Да. Кто? Кто? Кому. Кому. А, кому? Я не знаю. Ну, не знаю еще кому. Вот. Может быть куда-то приносить там, не знаю, в детский сад предлагать, там в школы или там на рынок ходить. Не знаю кому. Я не знаю. Я не знаю. Может быть в детский сад, или в школе, или в магазине, или в магазине, или в магазине. Я не знаю. Я не знаю. Что swear — долю продавать, или что? ДА, да. Я... Да, если вы можете продавать, то пожалуйста, так будет здорово. Но это не ответственность, ну, не замена, это не замена бахти-врикша. Почему закончилась бахти-врикша? Ну, как, она заканчивается, вот уже осталось три встречи, и мы... Программа заканчивается, да, вы имеете в виду? Да, программа заканчивается, и мы будем дальше что-то проводить, ну, какую-то программу, но еще пока не решили, вот. Да, нужно продолжать ваши встречи. Да, вы должны продолжать встречаться. То есть, если вы закончили бахти-врикша, это не значит, что вы должны остановиться, вы должны продолжать. Поэтому вы можете организовать какие-то еще лекции. Но если вы будете распространять, продавать прасад, это тоже деятельность сознания Кришны. Я желаю вам удачи. Спасибо, Курту Махараджи. Харе Кришна. Харе Кришна. Хорошо, так что мы закончим здесь? Хорошо, спасибо, Тагьяна, для ее перевозки. Мы надеемся, что девушины-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы. Я думаю, что горячо здесь у нас будет хорошо. я надеюсь что вы проведете хорошую неделю и надеюсь что у вас там сейчас хорошая погода девотезы приехали из Владивостока, они сказали мне, что погода очень хорошая поэтому, пожалуйста, продолжайте развивать ваше сознание Кришны и распространять Его субтитры создавал DimaTorzok